МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральская вещательная компания информационно-аналитическая программа объектив итоги в студии Анна Акрамова. О последних событиях далее. Новоуральец Александр Демченко был удостоен медали за укрепление боевого содружества. В память о тех, кто защитил нашу Родину, 23 февраля у Вечного огня прошел митинг памяти в честь Дня защитника Отечества. Помощь фронту, студенты и неравнодушные жители города все вместе изготовили 20 печек буржуек, которые отправили в зону специальной военной операции. На сегодняшний день печки уже доставлены бойцам. За первые два месяца этого года на территории округа произошло 14 пожаров в жилых домах. Основная причина – поджоги. Спорт в каждый двор, корты на внутриквартальных территориях города не пустуют. В рамках проекта «Хоккей в каждый двор» организована молодежная палата городского округа. В Новоуральске продолжаются хоккейные тренировки для всех желающих. Об этих и многих других темах далее. Сегодня во время проведения специальной военной операции День защитника Отечества обретает еще большее патриотическое значение. Каждый из тех, кто на передовой, делает все для победы. Новоуральск гордится своими героями. Медалью за выполнение долга во время СВО был награжден сотрудник центральной медико-санитарной части Александр Демченко. Приказ о награждении Новоуральса подписал министр обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Вручение состоялось накануне Дня защитника Отечества. Рассказывает Валерия Конева. Накануне Дня защитника Отечества государственная награда нашла своего героя. Медаль Министерства обороны Российской Федерации за укрепление боевого содружества получил санитар-водитель станции скорой медицинской помощи Александр Демченко. Мы рады, что среди нас есть такой патриот, как вы. Ваша служба трудна, опасна. Вы водитель, вы под взрывами, под пулями вытаскивали солдат, увозили их в нужное место. Спасибо вам за вашу службу. В жизни каждого мужчины получение награды – это оценка его достижений, его труда. Я думаю, для ваших близких это не меньше гордость за вас и радость. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, хочу пожелать воинской удачи. ФМБА вообще много делает для поддержки спецопераций. Наша медико-санитарная часть. Сегодня мы говорим только о скорой неотложной помощи. Мы отправили туда лучшую, самую оборудованную машину, самую надежную, самые надежные бригады с хорошими водителями, обученными фельдшерами. И они вот с самого начала спецоперации занимаются тем, что эвакуируют гражданское население, военных, получивших ранение. Работают, я знаю, что очень интенсивно. Я, как никто другой, знаю, насколько важно быстро эвакуировать раненого. Как говорят медики, есть определенный момент времени, который надо успеть. Я видел, как работают экипажи ваши. Непосредственно, например, я был в городе Кременная. Это такое напряженное место, где регулярно страдает и мирное население от обстрелов СССР. Я видел, как работают бригады. Мужество, вот это героизм, самоотдача. Дорогого стоит. За плечами у Александра уже две поездки в зону специальной военной операции. Находясь там, мужчина полностью сосредоточен на столь важных задачах по спасению людей и обеспечению безопасности коллег. Всеми силами пытаемся помочь, чтобы меньше и нам было работы, и военным было работы, и меньше было работы. Так что эмоции только рабочие. В основном пытаемся всей своей бригадой с холодной головой подходить. Так что как к работе. Абсолютно. А вот сейчас какие эмоции от получения такой награды? Радость, гордость, что работа оценена, что ребята, которые со мной тоже ездили, потому что команда у нас очень хорошая, сложилась очень крепкая. Без них, опять же, и с теми ребятами, которые вот сейчас вот там находятся, я бы там тоже бы мало что бы сделал, и толку бы от меня мало было бы. Так что это только заслуга нашей общей команды. Мое дело маленькое, мое дело только быстрее довести, и все. Вся основная нагрузка – это опять же на ребят. Согласно тексту приказа, Александр Демченко награжден медалью за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации. И этот вклад вносит каждый герой в зоне специальной военной операции. Валерия Конева, Николай Ларионов, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания. К сожалению, война приносит и людские потери, но героям вечная слава и память. В администрации Новоуральского городского округа были вручены государственные награды семьям новоуральцев, погибших во время проведения специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, посмертно ордена мужества награждены Денис Горбушин, Павел Корчагин, Роман Швецов, Клим Никитин. Награды получили родители и жены погибших. Память героев сегодняшнего времени почтили минутой молчания. Быть достойным памяти павших. 23 февраля, в День защитника Отечества, военнослужащие, представители силовых структур, коллективы общественных организаций, а также партийный актив «Единой России» участвовали в торжественных церемониях возложения цветов у воинских мемориалов, в том числе и в Новоуральске. У Вечного огня почтили память павших воинов, которые в трудные для государства времена стояли на защите границ в разные годы. Новоуральск 23 февраля присоединился к Всероссийской акции. В День защитника Отечества в каждом регионе возлагали цветы к мемориалам и воинским захоронениям в память о миллионах павших во время Великой Отечественной войны и другие тяжелые для страны времена. Сегодня наши военные встречают День защитника Отечества на боевом посту. Среди участников специальной военной операции и жителей Новоуральского городского округа. Земляки проявляют мужество и героизм. Четверо новоуральцев удостоены ордена мужества посмертно. Низкий им поклон за героический подвиг. Слава и тем землякам, которые днем и ночью продолжают вести непримиримую борьбу с нацизмом. Здоровья вам и возвращайтесь домой с победой. Новоуральский городской округ – родина сильных и смелых людей, настоящих патриотов Отечества. Самое главное сейчас – сохранить веру в людей, в справедливость и в нашу общую победу. Добра всем, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Инициативу проведения такой акции в городе предложили активисты местного отделения партии «Единая Россия». При поддержке администрации округа и общественных организаций удалось подготовить небольшое, но значимое для горожан мероприятие. Ведь 23 февраля – праздник всех, кто причастен к службе в вооруженных силах, тех, кто защищал и защищает рубежи нашей страны. Какими эмоциями вообще пришли на сегодняшний день? Мы все здесь торжественный праздник. Мы всегда его отмечаем, всегда поздравляем всех своих мужчин и воинов. Муж у меня в армии служил, сын тоже служил в армии, поэтому чтим этот праздник. Вспомнить всех, кто отдал долг родине, всех почтить память. Для меня это праздник такой с патриотизмом, который надо отмечать с гордостью за наших мужчин. Я считаю, что это праздник не только мужчин, а в общем служащих, также и женщины у нас служат. Так что это праздник в общем всех военных и защитников нашей Родины. Этот праздник, который имеет многолетнюю историю, прочно вошел в нашу жизнь, как символ патриотизма, мужества и отваги. Защищать свою Родину и народ – почетная и святая обязанность каждого гражданина страны. Особые слова благодарности в этот день хочу выразить ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, военнослужащим и всем тем, кто сегодня в зоне проведения специальной военной операции защищает безопасность России и ее граждан. Военнослужащие каждый раз принимают участие в митингах и чтят память героев страны. Хочется вспомнить слова из песни Олега Газманова. В России так было с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. Если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. Я считаю, что в это время, в наше настоящее, этот праздник приобретает совершенно другой колорит. И видно по нашему городу, другим городам, поддержка всех жителей России. И с уверенностью могу сказать, что с вашей поддержкой победа будет за нами. С праздником! Мы гордимся нашей Родиной, ее достойными жителями, защитниками своего Отечества. И в этот день отдаем дань памяти тем, кто на протяжении многовековой истории России отстаивал ее независимость и ценой собственной жизни приближал победу. Их имена навсегда вписаны в историю Отечества, и нам нельзя допускать, чтобы эта история была переписана. Елена Мельникова, Алексей Кузнецов, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Дню защитника Отечества предшествовал целый цикл мероприятий. Это военно-патриотические игры, встречи, беседы. А творческие силы округа подготовили концертные программы. О нескольких из них расскажем прямо сейчас. Ой, папочка, позовем я тебя с днем защитника Отечества. Ну да, прими от сердца поздравления. Ведь праздник тот блестит в календаре. Мурское торжество мы сегодня без сомнений. И самый лучший день им, конечно, праздник. С таких теплых слов начался концерт для ветеранов, отцов и детей в стенах центра внешкольной работы. Мероприятие провели в честь Дня защитника Отечества. Ведь 23 февраля поздравляют всех мужчин нашей страны. А также дети поздравляют своих пап, которые дарят им чувство защиты и надежности. Ну, пожелание, чтобы самое главное, чтобы были здоровые, свои семьи защищали. Ну, как бы, ну, кто на войне, возвратились, вернулись домой. У меня дочка сюда ходит на танцы, да. Пригласила вот посмотреть концерт. Пришли с работы до садика. Этот тоже сын мой будет смотреть, как дочка, как сестренка выступает. Со сцены звучат патриотичные песни. Композиции различных лет исполняют лучшие творческие коллективы ЦВР. Детская эстрадная студия «Автограф», студия танца «Парадокс», студия детской хореографии «Бэби-дэнс» и другие. Концерт был очень интересный. Поздравляю всех пап! Днем защитника Отечества! День защитника Отечества олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность военных традиций, а также воплощает самоотверженное служение Родине. Алексей Кузнецов, Антон Пылаев. Объектив. Итоги. В Доме культуры Новоуральский 21 февраля прошло торжественное собрание военнослужащих, сотрудников силовых структур и ветеранов. Большую концертную программу, посвященную Дню защитника Отечества, подготовили творческие силы театра музыки, драмы и комедии совместно с муниципальным духовым оркестром. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Отметим, что приветственные слова собравшимся произнесли председатель Думы Михаил Денисов, военный комиссар Новоуральска Алексей Верхотуров и председатель Союза ветеранов боевых действий Виталий Латушко. Открыли мероприятие выносом флагов России, Свердловской области и Новоуральска. В зале присутствовали воспитанники военно-патриотических клубов, а руководителю ВПК «Крылатая гвардия» Александру Бушманову на сцене была вручена грамота за большой личный вклад в дело военно-патриотического воспитания. Грамотой награждается руководитель военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия» Бушманов Александр Александрович за активную педагогическую деятельность и большой личный вклад в дело военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также участие в мероприятиях, проводимых Центральным военным округом. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майор Мененкаев. Такие офицерские собрания – давняя традиция, которая на какой-то период времени была забыта. Теперь пришло время вернуться к таким мероприятиям, ведь это не только уважение ко всем защитникам Родины, но и важный элемент патриотического воспитания подрастающего поколения. Виктор Малышев, Павел Сизов. Объектив. Итоги. На минувшей неделе отправили очередную партию гуманитарной помощи, и особенно она тем, что помимо теплой одежды и предметов первой необходимости, студенты Новоуральского технологического колледжа и все неравнодушные горожане сварили для наших защитников печки-буржуйки. Специалисты по металлу несколько дней всем миром работали, и в результате 20 печек отправили на фронт. Сбор вещей для отправки в зону специальной военной операции ведется по сей день. Печки-буржуйки создавали учащиеся Новоуральского технологического колледжа и другие неравнодушные мастера города. Все вместе они сделали необходимое количество таких печей всего за один месяц. Сегодня достаточно знаменательное событие, потому что мы отправляем партию изготовленных печек буржуек на фронт для наших ребят. Делались эти печки в два этапа. Первый этап – 9 печек было изготовлено, и затем еще 11. Всего 20 печек. Делали это ребята, которые обучаются по образовательным программам «Сварщик» и «Сварочное производство». Ребята очень ответственно подошли к исполнению данной работы, потому что понимают ее значимость и, в принципе, гордятся тем, что они приняли участие в таком добром деле. Совместно с организацией офицера Новоуральска удалось создать 20 печек и всю собранную гуманитарную помощь уже отправили в зону специальной военной операции, чтобы передать ее бойцам. Печки-буржуйки сейчас нужны и востребованы на фронте. Сейчас мы грузим печки-буржуйки, которые отправятся в зону СВО нашим ребятам. Вот процесс уже идет. После буржуек мы будем загружать автомобиль УАЗ, коробки с гуманитарной помощью и отправимся в сторону проведения СВО. Гуманитарный груз, который отправляется, он достаточно объемный. Кроме стандартных каких-то вещей, типа продуктов теплого, белья, носков и тому подобного, мы отправляем еще много технических средств. То есть это по запросам ребят мы отработали, это рации, это тепловизионные монокуляры, антенны для спутников, интернета, два генератора, бензопила. То есть все то, что нужно, там нужно для того, чтобы и создавать комфортные условия пребывания и комфортно работать. Наши навуральцы уже не раз лично возили гуманитарную помощь нашим защитникам в зону СВО. И у них есть опыт в этом деле. И хотелось бы пожелать легкой и быстрой дороги, а также беспроблемной передачи ценного груза. Алексей Кузнецов, Антон Пылаев, Навуральская обещательная компания. Свердловские огнеборцы продолжают серию профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в жилых домах и в транспорте. Сотрудники МЧС России провели беседы с уральцами и вручили им памятки о пожарной безопасности. Отметим, что в Навуральске в первые месяцы этого года на территории города сложилась непростая обстановка с пожарами. Ситуация удручающая. 14 пожаров с начала года против одного за аналогичный период. 2022-го. Так, наиболее частой причиной пожаров в жилых домах по статистике становятся поджоги. Причем в разных районах Навуральска. Именно из-за злого умысла сразу три пожара, но в разные дни, произошли на Комсомольской 8. Из-за поджога здесь загорелась входная дверь в хозяйственное помещение. Горел мусор на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами. И даже диван, который стоял в холле коридора на втором этаже. Кстати, удивительно, но диваны на лестничных клетках на Навуральских домах – не редкость. Это мебельное изделие горело и по другому адресу. Микрорайон 15, дом 3А. Причиной пожара стал также поджог. А в феврале неизвестные подожгли коляску, оставленную на лестничной клетке на Маяковского, 24. Как утверждают огнеборцы, в большинстве случаев сами жители многоквартирных жилых домов создают условия для возникновения пожаров. А именно, хранят на лестничных клетках и площадках свое имущество – велосипеды, санки, коляски, строительный мусор, мебель и другие предметы. Важно помнить, что при горении различных веществ и материалов выделяются различные продукты горения, в том числе токсичные газы. Важно помнить, что при горении различных веществ и материалов выделяется токсичный газ. Лестничная клетка является единственным путем эвакуации с выше лежащих этажей. И из-за небольшого объема и площади лестничная клетка очень быстро заполняется продуктами горения, тем самым пути эвакуации с выше лежащих этажей в безопасную зону становятся отрезанными. Хранение предметов и материалов на путях эвакуации, в том числе на лестничных клетках, является нарушением требований правил противопожарного режима в Российской Федерации и несет серьезную угрозу жизни и здоровью самих нарушителей и их соседей. Вспоминается случай, который произошел 4 года назад в Новоуральске 1 июня 2019 года на Первомайской 53. Кто-то поджег детскую коляску, которая хранилась под лестничным маршем. В результате пожара погиб мужчина. Он пытался потушить самостоятельно коляску. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Сотрудники специального управления в ПЭС номер 5 МЧС России напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на физических лиц от 5 тысяч рублей до 15. И напоминают, что нужно сразу звонить огнеборцам. А если из-за сильного задымления выйти на улицу из квартиры невозможно, то нужно оставаться в жилище. Берегите себя и близких. Вот уже 10 лет подряд учебно-методический центр развития образования проводит для любознательных дошколятного Уральского городского округа фестивали исследовательских и творческих проектов «Азбука проектов». Окружающий мир, профессии, техника в жизни человека, семейные традиции. Темы, как всегда, разнообразны. В этом году событие проходило в течение 9 дней на базе детских садов Новоуральска. О том, как прошло мероприятие в детском саду номер 35 в нашем следующем сюжете. Как действует вулкан? Как устроено радио? Можно ли сделать мыло своими руками? Эти и многие другие вопросы волновали подрастающее поколение Новоуральска. Юные исследователи нашли на них ответы и поделились своими открытиями с другими участниками фестиваля «Азбука проектов». Я буду рассказывать, как медицинская сестра работает и что она делает. А почему ты выбрала для себя такую тему? Потому что мне мама сказала, что это профессия для чутких и ответственных. Мы знали, что есть три вида вулкана. Действующий вулкан – это вулкан, который часто извергается. Спящий вулкан, который давно извергался и уснул. И может проснуться в любой момент. Потухший вулкан – это который давно-давно извергался и никогда больше не извержется. Все серьезно. Своими открытиями ребятам предстояло поделиться не только с другими детьми, но и с компетентным жюри, в состав которого входят педагоги школ и дошкольных образовательных учреждений. Проекты у них очень разные. И научные опыты они теперь ставят. И проводят эксперименты, какие-то самостоятельные исследования. И вот я заметила сегодня, что большая роль в подготовке отведена родителям. Очень радостно это видеть и наблюдать, как родители у нас теперь становятся активными участниками этого конкурса. И наравне со своими детьми тоже принимают в этом участие, помогают им. Это очень здорово. В конкурсе участвуют ребята трех возрастных групп. Четырех, пяти, пяти, шести и шести, семи лет. Активно подключаются и родители. Если раньше подготовка к фестивалю лежала на плечах педагогов и воспитателей, то теперь азбуку проектов можно больше отнести к разряду семейных. Поучаствовать это у нас мама, была организатором. По подготовке проекта, ну, как-то все легко просто, потому что в этом всем живем. Подготовка к конкурсу идет в несколько этапов. Сначала свои проекты юные исследователи презентуют одногруппникам. Дальше продвигают выбранную тему за рамки своей группы, рассказывая ребятам своего детского сада. Затем уже выходят на конкурс. Хочется отметить, что в процессе создания проектов это какие-то исследовательские работы. То есть ребенок что-то изучает, узнает что-то новое. И вот именно к этому изучению, к процессу подключаются родители, по педагоге, который сопровождает, ну и дальше социокультурное учреждение. Хочется, чтобы этот конкурс у нас проводился. Хочется, чтобы родители привлекали своих детей, ну, как-то создавали условия, чтобы у детей появлялся интерес. Ну и пожелать всем успехов и новых исследований. Следующим становится региональный этап в Серове. Участие в нем может принять каждый, кто защитил проект на муниципальном этапе. А это без малого около 200 проектов юных любознаек. Каждый участник получил заслуженные призы и дипломы в разных номинациях. Ну и, конечно, новые знания и навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Елена Мельникова, Павел Сизов, Объектив. Итоги. Подведены итоги открытого рейтинга сети атом-классов проекта «Школа Росатома» за 2022 год. Приятно, что сразу три образовательных учреждения Новоуральска вошли в топ-10. Лицей номер 58 занял третью строчку рейтинга. Гимназия четвертую. На восьмой, в десятке лучших классов, лицей номер 56. Победители, вошедшие в первую десятку рейтинга, получают в 2023 году право на финансирование со стороны проекта «Школа Росатома» программы развития атом-класса в объеме 300 тысяч рублей. В соответствии с рейтингом, в зависимости от количества набранных баллов, было проведено распределение путевок во Всероссийский детский центр «Орленок», международный детский центр «Артек» между всеми школами и участницами сети атом-классов. Так, на Воральске милицею 58 выдано шесть путевок, гимназии – пять, а лицею номер 56 – четыре путевки. Это программа «Объектив. Итоги» и мы продолжаем. Коротко о второй части нашего выпуска. По народной традиции в преддверии Великого Поста повсеместно прошли народные гуляния с забавами, песнями и, конечно, блинами. Широкую масленицу встретили и новоуральцы. Хоккей в каждый двор. Этот проект продолжается. В Новоуральске на корте по улице Дудина все желающие приняли участие в открытой тренировке с хоккеистами. Первые в движении первых РДШ от 54-й школы присоединились к первичному отделению российского движения детей и молодежи. Об этом и многом другом далее. Русская Православная Церковь сегодня вступает в Великий Пост. Самый строгий и долгий из четырех многодневных постов, который вместе со Страстной неделей продлится семь недель и завершится 16 апреля празднованием Пасхи или Воскресения Христова. Великий Пост, называемый еще Святой Четыридесятницей, был установлен в первые века. Да, христианство в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь и общественное служение. А накануне россияне встретили широкую масленицу. Воскресенье народные гуляния прошли и в Новоуральске, рассказывает Виктор Малышев. Под звуки духового оркестра в минувшее воскресенье в Новоуральске начались народные гуляния. Повод для них традиционный. Новоуральцы вновь вместе встретили широкую масленицу. Такие общенародные мероприятия горожанам по душе. Масленица – это все-таки праздник народный, праздник национального духа, единения и консолидации людей. И он, конечно, в преддверии Великого Поста, поэтому сегодня вы видите очень много людей, очень много наших горожан пришли попраздновать, покушать шашлыки, блины, потому что завтра начинается Великий Пост. Я всех поздравляю и желаю здоровья и мирного неба. По-домашнему уютным этот праздник сделал коллектив Дома культуры Новоуральский и сотрудники Центрального парка культуры и отдыха. Концертная программа, народные забавы, песни и танцы – все это сделало зимний февральский день теплым и ярким. Давайте посмотрим, как это было. Субтитры подогнал «Симон» Вот праздник, атмосфера, все отдыхают расслабленные, но хочется впечатлений. Вот я просто с этим, с друзьями, да, порадоваться, отдохнуть. Все приходят, и мы пришли масленицу нам провожать, интересно, ребенку показали, все здорово, красиво. Скажи, пожалуйста, тебе это понравилось? Да. Здесь очень здорово, весело, интересно, дети развлекаются. Праздник? Да. А что нравится? Что можно бегать, прыгать и фоткаться. Ну и в первую очередь, любимые блины есть. А какие блины-то любите? Ну, обычные, традиционные. Я с творогом люблю. Блины там все, конечно, блякутся. Ну. Блины-то больше ничего не делают. Блины там, остальное, как обычно варят, готовят. А блины, раз масленицу надо взять, они на блинчики. Масленичный столб по праву является одной из любимейших забав, которая не только была популярной в старину, но и сейчас вызывает восторг у множества людей. Он представляет собой обыкновенный деревянный столб, увенчанный колесом, на котором размещены разнообразные призы и подарки. Желающих попробовать своей силой и в этот раз было немало, но добраться до вершины получилось не у многих. Долгожданной кульминацией праздника, конечно, стало сожжение чучела зимы. Так новоуральцы проводили долгую зиму и радостно поприветствовали предстоящую весну. Кстати, отметим, что и погода в эти дни уже по-настоящему весенняя. Термометры показывают температуру около нуля градусов, а в воздухе витает ощущение предстоящего тепла и солнечных дней. Новоуральцы успевали ловить хорошую погоду и создавать масленичное настроение не только в воскресенье. К примеру, в пятницу, 24 февраля, народные гуляния прошли во дворе дома номер 6 по улице Автозаводской. Дом культуры Новоуральский подарил жителям и этого уголка города отличное настроение. По народной традиции, последний день масленичной недели называется Прощенное воскресенье. В этот день принято всех просить прощения. Но если даже вы не успели сделать это воскресенье, то это можно сделать в любой другой день. Виктор Малышев, Антон Пылаев. Объектив. Итоги. Губернатор Евгений Куйвышев нацелил региональное правительство совместно с общественными организациями на совершенствование системы патриотического воспитания в регионе. А ранее Всероссийское детское движение поддержал президент России Владимир Путин. На заседании Госсовета в конце декабря глава государства призвал движение первых стать достойным названием для организации и поручил руководителям субъектов Российской Федерации всецело помогать ее региональным отделениям. В то же время на 6-м съезде Российского движения школьников его участники подвели итоги работы за 7 лет и приняли решение о реорганизации РДШ путем присоединения к Российскому движению детей и молодежи. В Новоуральске состоялось торжественное вступление отделения РДШ 54-й школы в ряды Российского движения детей и молодежи. ПЕСНЯ Широкий охват движения первых позволяет дать больше возможностей проявить себя в различных направлениях и реализации своего потенциала. Когда принимали решение, где же расположится первое отделение российского движения детей и молодежи в Новоуральске, выбор пал на 54-ю школу. Четыре года назад здесь впервые открыли отделение российского движения школьников. И за годы существования это лидерство коллектив школы и ученики сумели сохранить. В первичном отделении РДШ 54-й школы самые активные, самые инициативные и самые отзывчивые РДШ-то. Немножко жаль расставаться с этим званием РДШ-то, но я думаю появится какое-то новое интересное. Я думаю, ребята, которые прошли школу РДШ и передали эстафету такому количеству малышей в своей школе. Ведь 54-я школа имеет самое большое первичное отделение РДШ. Более 200 человек. Ни в одной школе такого большого по численности отделения российского движения школьников нет. Ребята выросли, набрались опыта. Сегодня многие из них организаторы различных мероприятий. Мы выступаем с инициативой о создании наман на базе нашей школы первичного отделения российского движения детей и молодежи. Движение «Первый». Чтобы сделать светлое будущее нашему родному городу и нашей стране. Чтобы сделать достойной и счастливой жизни всех поколений, чтобы менять мир к лучшему, мы считаем себя пионерами своего отечества. Мы хотим быть первыми в знаниях и творчестве, в защите Родины, в науке и технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы. И везде мы хотим исполнить наши мечты. Мы первооткрыватели мира и хотим изменить его к лучшему. Я думаю, что ежегодно мы будем встречаться в этом зале уже под эгидой российского движения детей и молодежи. И очень надеюсь, что кроме всех детских объединений, которые есть в нашей школе, наше движение пополнится. Мы будем первыми, мы будем яркими, мы будем лучшими. В создании первого первичного отделения российского движения детей и молодежи – знаковое и значимое событие для всей системы новоуральского образования. В данный момент это переходный период. И каждый месяц, пока каждый месяц, первого числа будет торжественное вхождение, создание вот этой первичной ячейки. Первичные ячейки у нас в городе будут созданы на базе каждой школы, на базе каждого учреждения дополнительного образования, включая и культуру. Все те мероприятия по всем направлениям, которые проходили в российском движении школьников, они просто будут продолжаться, но в более таком масштабном варианте, с привлечением многих-многих интересных людей, спикеров и с привлечением молодежи в том числе. У российского движения детей и молодежи «Движение первых» впереди большой и интересный путь творчества, созидания, развития и успеха. Эта организация должна стать площадкой для воспитания у подрастающего поколения гражданской активности, любви к малой родине и отечеству в целом. В Новоуральске для успешного развития этого движения созданы все условия. Теперь дело за самой молодежью. Елена Мельникова, Иван Бахмяков, Объектив. Итоги. Важным аспектом в любом городе является безопасность, в том числе и на дорогах. В Новоуральске этими вопросами занимается специальная комиссия. О темах, которые рассмотрели ее участники, в следующем сюжете. На одном из последних заседаний комиссии по безопасности дорожного движения обсудили тему о ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорта и о том, какие меры предпринимаются по их устранению за 2022 год. На территории Новоуральского горского округа зарегистрировано с участием пассажирского транспорта 15 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Составляет у нас рост на 36%. В 2021 году – 11%. В том числе с пострадавшими. Один. Аналогично прошлому периоду 2021 года – один. ДТП с участием автомобилей такси – 22%. Рост на 29,4% в 2021 году – 17%. С пострадавшими – 0%. Спад на 100%. В 2021 году был один. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием пассажирского транспорта сотрудниками госавтоинспекции проведено 35 сплошных проверок автобусов, выявлено 34 нарушения правил дорожного движения. Учитывая изложенное, считаем необходимым организациям, совершающим пассажирские перевозки, усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств при выпуске на линию, соблюдением водителями транспортных средств скоростного режима правил дорожного движения при совершении пассажирских перевозок. Напомним, в 2022 году было проведено 20 заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новорайском городском округе. Рассмотрено 74 актуальных вопроса. Основные темы, которым регулярно уделяется особое внимание – это аварийность, организация безопасности дорожного движения, ремонт повреждений, возникающих на дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и организация безопасной перевозки пассажиров на общественном транспорте. 563 метра – такова протяженность выполненных работ по установке ограждений на улице Ленина. Улучшена пропускная способность на перекрестке Ленина – садовая, благодаря его расширению. Многие улицы в городе в темное время суток теперь освещены так же, как и днем. Различные работы и профилактические мероприятия проводят практически все городские структуры. Например, специалисты управления образования ведут работу по вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники госавтоинспекции проводят беседы с водителями. Также ведут статистику о состоянии аварийности и мерах, применяемых по ее снижению. Работники управления городского хозяйства и дорожно-коммунальные службы контролируют выполнение и качество содержания улиц на дорожной сети. Все предприятия, которые контролируют безопасность дорожного движения, каждый год совершенствуют меры по защите граждан от происшествий на дорогах, чтобы все жители города чувствовали себя комфортно как в летнее, так и в зимнее время года. Алексей Кузнецов, Павел Сизов. Объектив. Итоги. Финек с младых лет. Городской клуб «Альфа» принимал ребят из 10 школ Новорайска. Все они участвовали в метапредметной игре в социальной направленности «Финек» проекта «Школа Росатома». Финек. Как следует из названия игры, все посвящено финансовой грамотности и экономике. В каждой команде по 4 человека. Это ученики 4, 5, 6, 7 классов. Разновозрастная сборная должна уметь действовать сообща, распределять между собой обязанности, четко выполнять задания, применяя логику, метапредметные знания и пользоваться различными источниками информации. Интересное знакомство. Сама игра тоже очень интересная и увлекательная. Учит работать в команде. Финансовая грамотность поможет возрослой жизни, потому что если ты с детства будешь ей заниматься, возрослой жизни ты будешь уже хорошо распоряжаться своими средствами. После вычислений и расчетов участникам игры «Финек» предстояло совершить покупку, понять, укладываются ли они в бюджет и скорректировать его на месте. Все, как во взрослой жизни. Каждый раз надо для детей что-нибудь новенькое, интересное, что их зацепит, что вызовет их большой интерес. При этом надо удерживать в голове, что это все-таки и финансовая грамотность. Дети постигают азы финансовые, азы экономические, азы экономики. А в то же время проявляют и применяют свои знания, которые они уже получили, и в различных науках, которые проходят в школе, но и житейский опыт свой. И все это совместить бывает не очень просто. Традиционно в завершении игры школьники узнали, для чего они делали все свои расчеты, в чем суть мероприятия. Они отправились в книжный магазин за концтоварами, которые впоследствии передадут всеми, где есть участники СВО. Отметим, что метапредметная игра «Финек» проекта «Школа Росатома» прошла при грантовой поддержке Уральского электрохимического комбината. Они должны составить перечень товаров и совершить одну большую покупку. Причем они сами решают, кто пойдет в магазин. Это не вся команда, они назначают ответственность. Этот ответственность уже в магазине берет на себя роль покупателя и должен понимать, входит он в деньги, бюджет, который у него есть, не входит. Если не входит, то как скорректировать это прямо в магазине. То есть это еще и функциональная грамотность, финансовая грамотность, которую дети должны вообще уметь использовать в своей жизни. После двухчасовой напряженной работы определились победители. По итогам игры первое место одержала сборная гимназии. В числе призеров команды 45-й школы, а также 56-го и 58-го лицеев. Поздравляем! Напомним, что в Новоуральске Финнек проводится с 2017 года, а изначально идея была заимствована на одном из финалов метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома». В этом году игра Финнек состоялась в шестой раз и, как многие другие мероприятия проекта, принесла ребятам радость и дала возможность развить свои способности в метапредметной сфере. Спортивные и позитивные события в зимнее время года в Новоуральске пользуются популярностью и не оставляют жителей равнодушными. Накануне на спортивном корте, который расположен у лицея номер 56, прошла вторая тренировка проекта «Хоккей в каждый двор». О продолжении спортивной инициативы молодежной палаты совместно с хоккейной командой «Адмирал» в нашем следующем сюжете рассказывает Елена Мельникова. Проект «Хоккей в каждый двор» создан для популяризации спортивной жизни в городе и возобновлений дворовых турниров между любительскими хоккейными командами. Первое мероприятие цикла состоялось в Южном районе, на корте, расположенном по адресу Жиголовского, 2-2. После событие получило положительный отклик от участников. Тогда же стало ясно – проект должен быть продолжен. Идея проекта пришла в молодежной палате и хоккейной команде «Адмирал». Мы решили, ввиду возобновления работы дворовых кортов, выйти на улицы, привлечь ребят, которые катаются на корте, научить каким-то приемам, поделиться опытом. Мы даже спонсоров нашли, которые нам помогают в организации. Мы всегда за спорт и ждем, что даже когда сезон сейчас завершится, в следующем мы продолжим эту практику. А летом мы планируем, помимо того, что ребята играют в хоккей, они очень активно играют и в мини-футбол, я думаю, что летом у нас может возникнуть и такая инициатива – играть в мини-футбол, также во дворе, на спортивных площадках дворов. Наша молодежная палата Новоральского городского округа сегодня продолжает свой проект, и они как трансляторы молодежных идей вышли на второй уже корт. Данный проект – это просто отличная идея, когда инициатива поддерживается жителями, общественными организациями, и все это объединяется с ресурсами и возможностями администрации муниципальных учреждений. Спортсменам нашим это тоже интересно, мы очень надеемся, что данный проект будет продолжаться. Мы готовим к реконструкции и заливке на следующий сезон корт в другом привокзальном микрорайоне нашего города. Конечно же, спортивные площадки мы реконструируем и поддерживаем в хорошем состоянии, для того, чтобы на них и проводились тренировочные занятия, и свободные занятия, и, конечно же, такие большие городские дворовые турниры. У тренировок разработана стандартная схема. Сначала спортсмены показывают пришедшим физические упражнения. Итогом становится товарищеский матч. Вторая хоккейная тренировка прошла на корте, который расположен у лицея номер 56. Для пришедшей де дворы представители команд «Адмирал» и «Ледорубы» провели настоящую хоккейную разминку. Своим примером участники любительских команд вдохновляют мальчишек и девчонок заниматься спортом. Открытую тренировку делаем для того, чтобы была больше популяризации для хоккея в нашем городе, чтобы ребята занимались, шли в детскую школу хоккея. Хоккей – это увлекательная игра. Когда выходишь на лед, обо всем забываешь. Контрольный свисток, окончание игры и все, и опять все проблемы в голове. Она отвлекает и всем советую туда идти, играть, заниматься хоккеем. Прям как терапия? Да, конечно, это отдых. А за что вот вы любите хоккей? Ну, это выброс адреналина лишнего, эмоции, страсть. Просто поиграть, повеселиться, пообщаться также, познакомиться с многими ребятами. Потому что любительские лиги сейчас, они везде проходят, в каждом городе. Есть любительские команды, и ни по одной, ни по две. В нашем городе их восемь команд. Я участвую только с этого года. И какие ваши впечатления? Очень приятные, хорошие, все нравится. Как итог мероприятия, заряд бодрости на весь день. Также в памяти событий всех участников ждали сувениры от спонсоров проекта. Дворовые площадки активно используют как жители микрорайонов, так и спортивные сообщества Новоуральска. К проведению мероприятий на объектах, расположенных внутри дворов, подключаются и другие организации. Елена Мельникова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Детская школа искусств подарила Новоуральцам волшебное представление по мотивам всем знакомой из детства сказки «Золушка». Мероприятие состоялось в рамках 17-го детского фестиваля искусства. Актерами выступили обучающиеся образовательные программы искусства театра. А музыку для представления исполнили ребята, которые учатся играть на различных инструментах. Погружение человека в мир творчества может происходить благодаря различным инструментам. Будь то музыка, изобразительное или театральное искусство. Атмосферу творчества создают не только профессионалы своего дела, но и таланты, которые пробуют себя в роли настоящих артистов. Такое событие помогло собрать всех наших юных талантов в этом зале. И, конечно, было очень приятно, что было столько много гостей и друзей. Наш театр музыки, драмы и комедии, конечно, делает необыкновенный вклад в развитие наших ребят, кто обучается по программе искусства театра, потому что работа ребят, она, конечно, видно, что они очень тонко передают образы, персонажей этой сказки сопереживают. И мы видим, насколько они получают удовольствие и радость от совместной работы и творчества. Детский фестиваль искусств «Январские вечера» – уникальный творческий проект, задуманный как продолжение знаменитых декабрьских вечеров Святослава Рихтера. Его идея – творческое объединение детей и выявление их талантов через синтез искусств, музыки и живописи. Так и юные дарования Новоуральска, объединившись, подарили горожанам со сцены детской школы искусств представление по мотивам всем знакомой из детства сказки «Золушка». Я играла сегодня мачуху. А скажи, пожалуйста, давно занимаешься? Три года. Мне понравилось, как играет артист балета, и поэтому я пошла в театр. Я занимаюсь на театральном отделении четыре года. Тебе нравится? Да. А почему ты вообще выбрал для себя это направление? Я выбрал это направление для себя, потому что мне так же понравилось, как выступает актер театра, и я решил тоже этим заниматься. А ты помнишь, какой это был спектакль? Летучий корабль. Для ребят играть на сцене детской школы искусств не впервой. Ранее в их исполнении новоуральцы могли увидеть этюд на стихотворение Самуила Маршака «Вот какой рассеянный». Как отмечают сами артисты, они выходят на сцену без особого волнения. Наоборот, их переполняет радость от занятия любимым делом. Это ощущение они и передают в зрительный зал. И без должной подготовки тут не обойтись. Раскрывать таланты помогает руководитель отделения искусства театра Елена Левенцова. Очень часто дети принимают участие в спектаклях театра музыки, драмы и комедии. Участвуют во взрослых спектаклях, участвуют в детских сказках и так далее. У нас уже целый отряд артистов. На нашем отделении занимается 59 детей разных возрастов. От самых маленьких до самых старших. То есть от первого класса до восьмого класса. Образовательная программа искусства театра открывает перед ребятами новые перспективы. Подтверждение тому множество выпускников отделения, поступивших в различные театральные вузы страны. Рассказав сказку, юные театралы погрузили зрителей в удивительный мир Шарля Перо. Отдельного восхищения заслуживает и музыкальное сопровождение постановки. Создавали фон спектакля ученики детской школы искусств. Композиции в исполнении юных музыкантов тщательно подобраны по настроению. Я, конечно, музыкой не занимаюсь, но в школе мы с нашей учительницей поем разные, различные песни. И я бы хотела научиться играть на любом инструменте. А какие у тебя впечатления от сегодняшнего представления? Мне очень понравилось, как ребята играли на музыкальных инструментах. Некоторая музыка была быстрая, а некоторая медленная и спокойная. В конце представления зрителей ждал и танцевальный номер от ребят, которые учатся по программе «Хореографическое творчество». Юные артисты получили настоящую практику, а их совместная работа напомнила зрителям добрую историю про Золушку. Елена Мельникова, Геннадий Донгузов, Новоуральская обещательная компания. На этом наша программа подошла к концу. Во вторник в 19.00 смотрите программу «Грани». Она посвящена пресс-конференции генерального директора УХК Александра Дудина. В 19.30 выпуск новостей «Объектив». На этом все. Плодотворной рабочей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова